Нев, боль, слезы и ужас. Россия ведет войну на уничтожении Украины. В это невозможно поверить. К сожалению, я уже начал привыкать к этому ментально, но где-то в подсознании до сих пор отказываюсь принять это. Я был в Украине неделю назад, 4 дня до войны. К сожалению, должен был забрать своего отца оттуда. Я приехал туда в предчувствии, что что-то плохое назревает. Что-то плохое витает в воздухе. К сожалению, это произошло. И мы вынуждены были ехать через Польшу, как беженцы. Вы представляли себе, что приедете сюда как беженец? Николай! 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 Мы по суток ехали через Польшу, в Германию и сюда приехали. Турцы, фашисты! У вас кто-то есть сейчас там? Да, у меня находится сейчас бабушка. И мои близкие семья, и тетя. Им пришлось выезжать с Киева, потому что Киев, там и грады, и дети не могут спать, дети прячутся в ванной. Это Тель-Вив. Так же, как и в Америке, в Канаде, в Европе, по всему миру люди вышли на улицы. В Израиле боль ощущается, пожалуй, особенно остро. В стране полмиллиона выходцев из Украины. 25 лет я прожила в Украине. 30 лет я живу в Израиле. И то, что сегодня происходит, то, что мы видим по телевизору, это еще не то, что на самом деле. Это очень страшно. Стреляют в роддомы. Наша знакомая не может кормить ребенка, потому что у них закончилась месть, они не могут выехать. Русские военные выходят и просто стреляют в обычных людей, в обычные автомобили. Закройте украинское небо, гибнут дети, бомбят больницы, детские дома, школы. Слава Украине! Героям слава! По опросам, более 75% всех израильтян на стороне Украины. Такое единство и солидарность бывает только во время войн в самом Израиле. Европа кинула Украину. Израилю, Америка и мир не позволяют поставить железный купол. Да, у Израиля связаны руки. Российские войска воюют буквально на нашей границе в Сирии. От России зависит безопасность израильских летчиков, уничтожающих иранское оружие и инфраструктуру. Тем не менее, Израиль развернул в Украине полевой госпиталь, отправлены тонны гуманитарных грузов, в том числе посылок, собранных израильтянами по всей стране. Сотни бывших военнослужащих Цагала, в том числе элитных подразделений Голландии, Гевати, уже воюют в рядах украинской армии. Крупные больницы объявили о бесплатном лечении детей из Украины. Беспрецедентным шагом правительства стал прием в Израиле тысяч беженцев из Украины. Принимают не только имеющих право на возвращение, но и друзей израильтян. Им будет предоставлена рабочая виза до окончания военных действий. Израиль не в стороне. Израиль с Украиной, как и весь мир, которому дорога свобода и справедливость. У меня, человека 30 лет, прожившего в Киеве, надежда только на россиян. Пусть матери России задумаются, вернутся ли их дети домой и куда они ушли. Что они могут сделать? Они могут. Мать – это большая сила. А если эта мать не одна и не две, а все российские матери, которые неизвестно, получат ли своих детей назад. Мы тоже в свое время и не мечтали о распаде СССР. Но это случилось. Правда, Горбачев смог предотвратить гражданскую войну, а Путин или вечно живой КГБ, не суть важно кто, эту войну развязали и размахивают ядерной дубинкой. Я хочу сказать, обратиться ко всем израильтянам. Вы же прекрасно понимаете, что у нас здесь живет очень много граждан Российской Федерации. И для этого сумасшедшего в Кремле, который умеет только бабачить и тыкать, уже нету ничего святого. Он потерял человеческий облик, он потерял разум и здравый смысл. И для него не составит никакой проблемы послать своих пацанов сюда. Если мы его не остановим сейчас на Украине, он придет сюда. Очистись! Минута молчания. И все же, все же, мир изменился. Не может Россия снова стать изгоем. Надеюсь, и не захочет. Снова, снова, громом среди праздности, Комом в горле, пулею в стволе, Граждане отечества в опасности, Наши танки на чужой земле Вопят прохвосты петухи, что виноватых нет. Но за вранье и за грехи тебе держать ответ. За каждый шаг и каждый сбой тебе держать ответ. А если нет, так черт с тобой, на нет и спроса нет. Тогда пейся да пьяна, похлевкаю вранья, И пусть опять моя вина, моя вина, моя война, И смерть опять моя. Субтитры создавал DimaTorzok